Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 кафедры университета, за то, что вы не забываете, что у нас работали и продолжаете поддерживать с нами тесные связи. Не проходит ни одного практически года, чтобы Виктор Павлович не встречался с нашими курсантами, с нашими студентами военной кафедры. Ваш путь жизненный, Виктор Павлович, это образец для подражания. Крепкого вам здоровья, Виктор Павлович, так держать. Хочу сказать, что творческие люди живут долго. Я желаю вам того же. Я благодарю Виктору Викторовичу, Виктору, я создавался на государственном университете. И, кстати, в этом, друзья, я хочу добавить, хотя к слову профессора ничего не добавить, естественно, что Виктор Павлович Кусенко является автором гимна университета. Это также его духовная связь с высшим учебным заведением при заводе Мили Хачева. Ну, а сейчас я хочу пригласить на сцену, и, наверное, это будет вполне символично, младшую поросль вооруженных сил, тех людей, которые, может быть, сегодня еще невелики ростом, но те, кто с 15 лет, определились, с 14 лет даже сегодня, определили свою судьбу с вооруженными силами. Мы надеемся, из них получится замечательные офицеры, замечательные командиры, воспитатели и прочее, прочее, и прочее, прочее, а пока что на сцене студия, ансамбль «Алые погоны» Московского военного суворовского училища под руководством Галины Халиловой. Приветствуем, дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Виктор Акуценко, Суворовская походная! Вот такие у нас юные кадры, которые будут служить, я думаю, не хуже, чем их родители, их дедушки и их прадедушки. Сейчас, дорогие друзья, поскольку, разумеется, и наши друзья из «Голубой» билетов сказали об этом, о красной линии в туристе Виктора Павловича Акуценко, хотя этот человек в своем таланте всеобъемлющ, тем не менее красной линией проходит афганская тема. Мы еще скажем много слов об этой линии жизни и об этом периоде в его судьбе, но сейчас я хочу пригласить на сцену человека, который также знает Виктора Павловича Акуценко не понаслышке, и председатель общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чебурной. Приветствуем, дорогие друзья! Афганцы. 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 Вот, 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 да. Ну, для кого скажет Андрей Иванович, для кого Андрей, для кого, да. Но, тем не менее, да, у афганцев есть свои приемы. Пожалуйста. А, за, 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 за председателя. Я являюсь первым заместителем Чапурно, председателя Всероссийской общественной организации инвалидов войны в Министане. Все вы, кто держит в руках эту книгу, наверное, обратили внимание, что на титульном листе ее есть посвящение воинам, интернационалистам, и имеется эмблема нашей организации и название нашей организации. Это не случайно, это просто подчеркивает ту большую роль, которую сыграл Виктор Павлович в жизни нашей организации. Он связан с нашей организацией самыми тесными узами. Вот мы черпаем его творчество, вдохновение, песни, которые им сочинены на войне и после войны. Это действительно эхо войны, это песни, вдохновляющие, и мы черпаем вдохновение в его творчестве. Более того, Виктор Павлович написал, помимо художественных литературных произведений, множество художественных картин. И он подарил целую галерею нашему центру восстановительной терапии, которая носит имя нашего первого председателя, Лиходея, погибшего в результате теракта от рук бандитов, уже выжившие на войне в Афганистане, но погибшие здесь. И у нас, в нашем этом центре имеется, которое больше интересно, как санаторий УС, имеется музей Афганской войны. И вот в его и музее, и в коридорах его размещена целая галерея произведений Виктора Павловича, многие из которых вы видите в книге, репродукции из этих картин. Этот человек действительно не только щедрого таланта, но и щедрой души. Вот этот его дар, он будет вечно служить в связи с нашей организацией. Виктор Павлович, наш автор и наша газета, постоянный автор нашей газеты, попросил, которую мы издаем для наших воинов-интернационалистов, данный автор, который мне доверено быть в честь такая. Мы очень рады, что в свои 70 лет Виктор Павлович создал такой замечательный, я бы сказал, шедевральный труд. Он вложил сюда всю душу, все сердце, и нам было приятно помочь ему издать эту книгу. Эта книга, я надеюсь, останется прямо-таки в поколениях, особенно тех, кто прошел эту войну. Вот хочется сравнить его творчество, так сказать, с одним тоже генералом-поэтом Великой Отечественной войны Денисом Давыдовым. Вот какая-то есть удаль в его произведениях. Вот это озвуки этой войны, это то, что он видел собственными глазами, то, что он пережил, и то, что как он отличился как воин. И вот в этой книге помещено много портретов наших воинов, ставших инвалидами афганской войны, и, как бы сказать, тоже запечатленные здесь навечно. Мы очень благодарны Виктору Павловичу и хотим тоже самое пожелать ему больших еще дальнейших творческих успехов. Я думаю, что он создаст еще новые, уверен, создаст новые произведения во всех жанрах, и в музыкальных, и в песенных, и в литературных. В общем, на все руки он, какие он только есть, мастер. Я, к сожалению, не вижу его, чтобы учить им в день букет, но мы его учим потом, попозже. А сейчас низкий поклон нашему юбиляру, и большое спасибо за этот замечательный итог. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо Российской Организации Новорительной Федерации военного в Афганистане. Приветствую, Виктор Павлович Кусенко. Но, дорогие друзья, знаменитая система Станиславского предполагает, что когда-то автор должен выходить на сцену. Я, с большим душевным трепетом, хочу пригласить на эту сцену виновника сегодняшнего торжества, члена Союза Национальной Федерации, художника, поэта, композитора, парка, глава литературной премии имени Константина Тимунова, глава многочисленных телевизионных музыкальных фестивалей, Виктор Павлович Кусенко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, что вы пришли на этот вечер. Я, честно, не ожидал, что будет полонзал. И я... Ну, пришли самые те люди, которые... Которых я уважаю, которые меня уважают, пришли в этот зал. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо здесь профессионально людям, которые помогли мне создать эту книгу. Это было очень сложно в наше время, сделать такую книгу. Ну, хотелось вот такую, сделать подарок для всех афганцев, для мам, потерявших сыновей на этой афганской войне. Вот хотелось сделать такой подарок. И благодаря... Благодаря Чапурному Андрею все-таки эта книга вышла благодаря Алёше Петрову. Скромный такой был у меня переводчик в Афганистане, который со мной прошел эти экстремальные дороги. Хос, Наркархар, Герарх, он был со мной рядом. Проявлял мужество, проявлял... И в то же время такой скрутный, как будто бы тихий парень. Он тоже мне помог, исключительно помог в начале самом этой создании этой книги. Я благодарю всех от души. А сейчас... Прошите мне... Прочесть коронника из Китарюнии. А я тоскую по алгарам. Нет, не по проклятой войне. Друзья, ты в душе не стану. Отрезок жизни дорог мне. Тоскую я по тем мечтаниям, что шли со мной в каждый бой. По встречам дружеской, желаниям, по теплой фляжке круговой, по тем дорогам раскаленным, рискованных ночей и дней, почувствовал с детства окраенному к советской родине моей. АПЛОДИСМЕНТЫ Офицерский романс. 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 Мы с тобой привыкли, спором по тревоге, расстаемся снова, словно в первый раз. Ещё одна афганская песня. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Приятно поассетироваться генералу, да ещё в таком качестве. ПЕСНЯ А сейчас я исполню ансамбль «Форпост» с телу «Аранжерок» мою песню. Я спою под их мозгу. АПЛОДИСМЕНТЫ БЛЮЗ 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 ПЕСНЯ 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 А теперь шуточная песня «Голубые и нежные слова». ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дорогие друзья, простите, что я не все это перечисляю, потому что все вместе с ним познакомятся, но абсолютное большинство знает, конечно, и даем слово для выпускников нашего университета. Мы поздравляем Виктора Павловича с сентября. Вик Павлович, возвращайтесь, отдавайте свои подарки, их еще будет у вас много, как говорят в Одессе. Куда он пошел? Во-первых, нет, можно? За глазами. Поющего такого генерала, редко можно видеть, о том, что Виктор Павлович поет, мы узнали будущие студенты. Я его выпускник, и ныне уже тоже, как говорится, вынастоящий и заслужился на полковниках. Это очень приятное слово. Спасибо большое. Виктор Павлович не только поет, но привал эту любовь к нашим студентам. Это говорит о том, что, проходя военные сборы в Нахалино, все знают, где проходят наши сборы. Виктор Павлович дал команду. Что это за сборы без песни? И в вашей песне «Переправа, переправа» у нас все в густах, мы все помним, очень любим. И это та песня, с которой мы тоже начинали нашу военную карьеру. Очень поздравляем. Спасибо. Виктор Павлович Кусенко, подожди, Виктор Павлович, выходите. Я хочу задать вам несколько интимных вопросов. Вы спели три афганские песни. Здесь все совершенно понятно для нас, как для офицеров, которые знают, что это такое. А вот, тем не менее, две последние песни, они были такие ретроспективные, с одной стороны, а с другой стороны, ассоциативные уже для сегодняшнего времени. Ну, не буду спрашивать в прямую, все-таки, кто вам навеял вот эту тему и кому они посвящены? Это вот сидит, вот в ложе твоя любимая жена. А, вот это я не хотел услышать, дорогие ребята, детства. Добавляйте, расстаньте, пожалуйста, потому что, может, это нам основательно все понятно, но в данном случае, вот когда через 12 лет, как Виктор Павлович сказал, мы отпраздновали золотую свадьбу, что в русской хитрикутсанка, я думаю, что вам нужно помочь на место вращать на этот замечательный букет. Поэт-экутса не расстанимая. В течение 38 лет. Надо сказать, вот Тамара Васильевна, моя жена, это, конечно, уникальная жена, таких мало. Вот прошли мы с ней от капитана до генерала, служба была тяжелая. Учите, я тревожный чемоданчик схватил и побежал. Вот такая у меня подруга. И все тяготы, какие были, вот Афганы, все она брала на свои плечи, все эти тяготы. Тяготы, воспитание дочери, вот, уют домашний, все это дает печат. Вот. И я, Игорь Мишин, 70 лет я всегда говорю, что будем еще и золотую праздновать. С вами обязательно. предоставить и все друзья на наше праздничное вы наверное не уходите поскольку сейчас еще один определенный сюрприз я хочу пригласить на эту сцену двух заслуженных работников культуры российской федерации представители московского дома ветеранов воин и вооруженных сил владимир николаевича симакова и питалий палыча на уме когда они вышли из зала так положено по нашему замыслу сурей паркоз музыкальный редактор ансамбль паркоз но еще не сразу мы запоем я просто хочу для всех открыть еще одну такую это пансионат дневного приплания ветеранов и очень-очень много еще к чему причастен вектор павлович он постоянный член течение 11 лет от существования нашего дома он постоянный член нашего совета совета московского домов ветеранов еще надо сказать что он председатель одной из важнейших культурно-массовых комиссий он дает по заданию нашего совета около сотни концертов ежегодно в госпиталях пансионатах других местах постоянного пребывания ветеранов еще надо сказать что он ведет огромную воспитательную работу с молодежью вот смотрите ведь он и в суворовском училище очень мало школ вузов технику где бы не выступал с концертами с лекциями с другими так сказать интересными встречами с молодежью Виктор Павлович и за это вам низкий поклон Виктор Павлович большое большое вам спасибо от совета московского домов ветеранов совет московского домов ветеранов вы потом почитаете подготовил очень интересный адрес здесь немало бандов из хороших весьма заслуженных имен но больше всех из них тревожит унося покой и сон все это он друзья нечаянно наградут а мы пришли к тебе вдвоем к тебе успеха все желают и мы тихонько пропадем к тебе вдвоем Виктор поэк-возник композита Виктор к тому же классный гитарист Виктор прекрасных песен сочинитель и на стране народный истинный артист Виктор тебе не хочется покоя Виктор всегда в заботах и в пути Виктор ты носишь себя победителем так и как Виктор подрал умение мои помимо адреса здесь небольшая материальная поддержка от совета московского домов ветеранов компонент большой но поддержка маленькая но для не менее все таки интересно и плюс к тому вот где-то у нас еще должен быть пакет где он уже там да это сегодня если очень тяжело будет завтра можно будет поправить здоровье спасибо спасибо мы Виктора Павлович попросили секундочку Виктор Павлович сейчас идет сейчас идет чтобы вы будете новые тексты своих песен ноты и наброски картины ее толстите а в Афгани в Афгани конечно мечталось очень мечталось о своей собственной бане хотя у нас баня была нормальная на каждой заставе полковых заставах и пограничных всегда была баня и привозили значит чемодан Дай-дай-дай-дай-дай Вот бы банечку-банечку Банечка-бенечка Так воскусить баночку Принесла ты в берегничке Да кваску после баночку Принесла ты в берегничке А забор, что в баночке Подзаросшей мариною А забор, что в баночке От заката малиновых А забор, что в баночке От заката малиновых Вдалеке, вдалеке, в лесочке Ей поле касается Мне бы в том перелесочке В отреках напокается Мне бы в том перелесочке В отреках напокается Западить дождь, дождь, дождь Ночью в везде зарницею На стежставни скрипучие Распахнуть и умыться вы На стежставни скрипучие Распахнуть и умыться вы И сказали, как бы сказали Что-бы что-бы плохое На что-бы плохое Ах да что за красавица Наша баня у речи Ах да что за красавица Наша баня у речи А где баночку, баночку? По невенечкам, венечкам Да кваску после баночку Принесла ты в берегничке Да кваску после баночку Принесла ты в берегничке Эй, да-да-да, да-да-да Такой мощной, мощной направленности Поскольку метрострой, ну, мы во всяком случае Каждый день, наверное, пользуемся вот этими Вот этим видом транспорта, да И Ставилов Александров, председатель организации воинов-афганцев Метростроя, приветствуем, дорогие друзья Со своим словом к нашему юбилеару Можно говорить, он за кулисами все слышит Виктор Павлович Наш институт Метростроя, долгожданный Друг, который Всегда нам делает праздник И, ребята Афганцы Метростроя Мне очень приятно Виктор Павлович В прошлом году Метрострой Отмечал свое сынное десятилетие И в этом году У Виктора Павловича свое сынное десятилетие Значит, я хотел бы поздравить Виктора Павловича От ребят Афганцев Метростроя И от Кёши И от управления Метрострой Когда вы знаете Виктора Павловича Всегда встречает его Как нашего друга, большого друга Человека с большой губой Чтобы мне так Спешовка Всегда грела в вашем сердце Сердце, которое Чисто человеческое сердце Спасибо вам большое За то, что вы есть Спасибо, Саш Спасибо, дорогие Это в определенной степени Тоже явление Вооруженные силы Российской Федерации И в частности Военном университете Министерства обороны В своем случае Суворовск, который сидят здесь Для Виктора Павловича Пушенко Вот Виктор Павлович волнуется Говорит, ни в коем случае Не трогайте Тамару Васильевну Она тоже переживает Нет, мы не будем трогать Дело в том, что Дорогие друзья Очень давно Еще на заре нашего знакомства И вернее даже После этого Вот я беру подстрочник Насколько мы тоже волнуемся Чтобы не забыть слова Делаем вот это Как истинные преподаватели Музыки Подсказочкой себе Но Виктор Павлович написал песню Которую Тем не менее Тамара Васильевна фигурирует Вот Иносказательная, конечно Есть такой городок Хост Это Афганистан Это граница с Пакистаном Но, собственно Я не буду ничего рассказывать Поскольку Сегодня для Ансамбля Парку стоит архи Сложная задача Исполнить ту песню Которую Наш замечательный друг Товарищ Боевой Исполнял неоднократно Которая стала Классикой Афганской песни А сейчас Сейчас мы От лица Советника Исполнял неоднократно Исполнял неоднократно Прекраницей с Пакистаном Маклана в Курацаре До Карана А нынче на хост И будь нему не прост С каплом связят На воздушный мост Ох, ой На сотни лёст Вокруг тебя душманская блокада Сотни городов Траншеи полный рост Снаряды рвутся тут и там и рядом Сотни городов Траншеи полный рост Снаряды рвутся тут и там и рядом У Паста есть особая примета Зимы там нет Одно сплошное лето Коляски расписанные В них блоки земляные От пари моих скучают морды злые Столетники живут шикарно и миле В окопах эту милу позабыли Ожжённые печали С копейными плечами С гранатами в обнимку спят ночами Ох, ой На сотни лёст Вокруг тебя душманская блокада Сотни городов Траншеи полный рост Снаряды рвутся тут и там и рядом Сотни городов Траншеи полный рост Снаряды рвутся тут и там и рядом Садятся и взлетают самолёты Лезят туда с опаской пилоты По полосе удар Прикрыло Махатар Горой высокой стариками Высоты переводят из рук в руки Сегодня на них наши завтра пути И снова где тобой И не стерли твой И не понять где свой А где чужой Ох, ой На сотни лёст Вокруг тебя душманская блокада Сотни городов Траншеи полный рост Снаряды рвутся тут и там и рядом Сотни городов Траншеи полный рост Снаряды рвутся тут и там и рядом И им длине в гости англичане Завдали рождей в Мистане Но так, миле Аллах Разбитывали в прах И в гости, как в рот, блестят в горах А мы таких уроков не учили Волны с джетменов нам полили А нынче добры Решимости полны Закончить это дело До земли А зимы там нет Ох, ой На сотни лёст Вокруг тебя душманская блокада Сотни городов Траншеи полный рост Снаряды рвутся тут и там и рядом Сотни городов Траншеи полный рост Снаряды рвутся тут и там и рядом Прежде всего, ветераны Великой Отечественной, которых, к сожалению, все меньше и меньше Это память сердца Это память о Москве 1941 года Это память о двух парадах О параде 7 ноября 1941 года И о параде Юнинском параде 1945 года Два парада Виктор Павлович Лукенко 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Исполнители, которые пришли на этот вечер, откликнулись и сделали нам всем такой хороший праздник. Поэтому мы хотели бы представить для вас такую песню посвящения, и надеюсь, Тамара Васильевна простит нас за определенную вольность. Вот это не вы написали. То, что вы написали, у нас есть в запасниках, и мы, надеемся, еще в другом месте это споем. И сегодня. Но, тем не менее, посвящение нашему дорогому другу от лица двух заслуженных артистов России. Это ваш покорный слуга Александр Демидов и Михаил Зарин, автор «Аранжировщик», «Объем, кстати». Да, вот за сценой, с Маяном такой красивый, Юрий Пеньков, полковник. Мы все настоящие, абсолютно. Вот, и с Сергеем Мировым, руководителем ансамбля «Голубые билеты», мы поговорили. Вот, у нас есть уже такие творческие и более-то почти что родственные связи по военному университету. Но, Вик Павлович, моя песня, которая, которая перед тем, как вы завершите ваш замечательный вечер, не меня, конечно, оценивает, а оценивает зрителям, я лицо пристрастное. Тем не менее, мы хотели бы спеть посвящение настоящему генералу, настоящему боевому офицеру, настоящему мужчине, человеку замечательно творческому, человеку фонтанирующему идеями и, главное, их воплощающему. 70 лет это не предел. Это всего лишь начало нового топа отчета и творчества в том числе. Поэтому для вас, дорогие друзья, и для вас, Виктор Павлович, вот такая песня. Михаил Санна, из-за этого человека. Я, Вик Павлович, вы стоите, стоите, вы будете рядышком со мной, потому что так положено по ресурскому замыслу. Отбывался как, отшумел тайфунг, Ты еще не старый, ты уже не юнг, Где на гроза в душе, где румянещек, Ты не юнг же, но не старый, не старый еще. Уже, о, неужели, копея цветей, Уже забыл ты имя той, что давно любил, Уже ли в самом деле вернулся ты в стырь, Уже, 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 уже. Знай, Виктор Павлович! Как ты уже не юн, ты еще не стар, в пьяном утюже, не оплачен счет, ты не юн уже, но не стар, не стар еще. И еще звучит матурка, и танец как награда, и еще за безрассудство, и всеми ты прощен, и еще до снегопада, тебе доехать надо, как смейся до упада, еще, 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 еще ты не развенчен, Еще кумир у женщин, еще не только в спаду, ты носишь под плащом, еще тебе под утро, супруга жалко шепчет, все одно без слова, еще, 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 еще ты не развенчен, Еще кумир у женщин, еще не только в спаду, ты носишь под плащом, еще тебе под утро, супруга жалко шепчет, все одно без слова, еще, 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 еще. Еще, конечно, это правда, с праздником вас. Ну и я передаю слово нашему имениннику, виновнику торжества. Хорошо, нет, конечно. Афганцы Саланда, представители еще одной афганской славной организации просятся, это замечательно, потому что сегодня не дать выступить афганцам было бы равносильно преступлению. Мы на это поедить не можем. Пожалуйста, ребята, здравствуйте. Уважаемый Виктор Павлович, мы поздравляем сегодня уважаемого Виктора Павловича и вместе с пожеланиями здоровья говорим вам 4 спасибо. За порядочность и верность, за память, за понимание души афганца и уважение к ней. Куда бы ни забросилось, у тебя, ребят, афганская жизнь, а это ваше творчество, она всегда найдет за денег душу и объединит. И еще, за драгоценную человеческую уникальность, разнообразие творческого таланта. И сегодня мы говорим вам, что верим вам, что мы всегда с вами, всегда. И счастья вам, творчество новых песен, стихов, картин, книг. И как написал для вас наш педрострольский поэт Алёша Матвей. Пусть наши дороги подольше глядят, пусть смотрят с надеждой нам свет. Подумаешь, 70 выше нуля. Подумаешь, 70 лет. Я еще раз с большим удовольствием представляю вам замечательного человека. Наверное, главное его качество – это верность товариществу. Очень высокие моральные качества, очень высокие мужские качества, как офицера, как командира. И замечательные творческие качества, как поэта, художника, композитора, как человека с большой буквы. Виктор Павлович Кусанка. К сожалению, время подходит к концу, и концерт нас тоже. И я исполню. Все авганцы знают эту песню. И очень любят ее мамы наших сыновей, погибших в Афганистане, наших войн. Вальс, прощание. Песня. 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! 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 И вот мы... Конечно, конечно, сегодня Тамара Васильевна прощает. Ну, а, дорогие друзья, вы знаете, мы, кажется, поставили не точку, а трои точки, потому что Рик Павлович, и для вас это тоже будет определённым сюрпризом. Вы знаете, я, правильно говоря, сегодня в зале наблюдал не так уж много генералов, но вот есть генералы как бы по званию, это формальная вещь, а есть генералы по душе, по сердцу, по судьбе. И вот сейчас я хочу пригласить... Может быть, это самое главное, Леонид Григорьевич Ивашов, человеку, который является замечательным поэтом, коллегой по цеху Союза писателя России, генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов. Дорогие друзья, приветствуем! Не помню детства первый стих, Во мне ли всё мечтай, мечтой дышала, Над сверстниками лет моих Ничто меня не выслушал. О, как была ты хороша, Пора беспечно босонокая, Формировалась и душа, И жизнь и строилась дорога. Я протарённым шёл путём, Внимал стихам и перезволам, Не уступал другим ни в чём, И с гордостью надел погону. Но колесница Божий, да, Ко мне стремлав, увы, не мчался, Судьбу ужасной снёс куда. Лесник не спился, не словался, Погода свяка для меня, В них лира, доблесть, честь и слава, И Пётр, встыбивший коня, И величавая держава, Поклялся верно ей служить, Как лучший, и с той приятной, Главу за други положить, Кому есть высшая награда. Поэта, эти слова близки вашей биографии, И хотелось бы вот здесь, на этой сцене, Просто поклониться вам, честное слово, поклониться. За то, что вы являете собой образец русского офицера, Что вы продолжаете вот эти офицерские русские традиции, Которые закладывали ещё и Лермонтов, И поручик Лев Толстой, И инженерал-поручик Достоевский, И генерал Денис Давыдов, И многие-многие поколения русских офицеров. Не только воевать, Не только служить отечеству, Но и любить, но и чувствовать, И писать замечательные стихи. Вы явление в нашем офицерском корпусе России, Не личность, именно явление. И вы показали вам своим примером, Что военная служба Не только огрубляет душу и сердце, Наоборот, обогащает, делает ярче, красивее, нежнее. И ещё раз спасибо вам. В это смутное, тяжёлое время, Когда личность офицера сегодня, Далеко не однозначно подаётся нашему обществу, Вы показываете офицера и генерала, И мужественно, и смело, И добросердечко, и поэтично. То есть самый настоящий человек, С русским характером, русской душой. Добра вам, здоровья и благополучия. Вы помните меня, наверное, Я год тому назад познакомилась с Виктором Павловичем на юмилея Александра Дмитриева, Игорь Игорь Игорь. До сих пор у меня в ушах звенит Ваша гордость, Ваши стихи. Я преклоняюсь перед Вам и перед Ваше искусство. Афганистан, конечно, всем трогаем, Всех тронуло. И, конечно, и нашу семью тоже пришла беда в Афганистан. Низкий Вам поклон. И, Дев, мне вот это скромный подарок, но я с удовольствием приду на Ваши день рождения, когда будет 80-90. Что на Кавказе принято долго жить. Поэтому прошу Вас, не подведите меня, пожалуйста. Я постараюсь. Это самое неформальное общение началось. Не буду задерживать больше концерт. Закончен. Давайте попрощаемся. До будущих встреч. Да. Извините меня. Вел концерт заслуженный артист России Александр Деминов. Браво, Виктор Павлович Кусангас. Спасибо, дорогие, для новых встреч. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. .